Ох, нет. Ну что такое? Это мой френд Пенни. Как ты думаешь, что он здесь делает? Кроме того, что он нарушает местное гравитационное поле, ты имеешь в виду? Если бы он был ещё немного больше, вокруг него могли спутники летать. По орбите. Ага. Сарказм, понимаю. Я так полагаю, мы сейчас уйдём. Ну, чем-нибудь мы должны уходить. Все знают, что он испортит вечеринку, и Пенни даже не хочет его здесь видеть. У тебя есть запасная гипотеза какая-то? Может быть, Сани хотят остаться друзьями. Или, возможно, она хочет быть друзьями, а он рассчитывает на нечто большее. Тогда он и я в равных положениях, кстати. Да, и у тебя, несомненно, гораздо больше шансов, чем у него. По сути сам, если бы это было полторы тысячи лет назад, то в силу его размеров и мощи Курт имел бы право выбирать себе женщин-партнёров. И мужчин-партнёров, и животных-партнёров, и крупных доисторических растений. Ещё довольно много чего в зависимости от его больной фантазии. Да, но в нашем обществе претерпели изменения старой парадигмы и в век информации. Ты и я являемся альфа-самцами. Мы не должны отступать. Правильно. Почему бы тебе не отправить это всё текстом и понаблюдать, что он будет делать? Нет. Я собираюсь подтвердить своё доминирование лицом к лицу. Лицом к лицу? Ты собираешься подождать, пока он присядет? Или собираешься встать на журнальный столик в данном случае? Привет, Пенни. Курт. И, ребята, хорошо? Время проводите. Учитывая реакцию на мой костюм, эта вечинка является доказательством ничтожности американской системы образования. А ты чё, зебра? Ещё один ребёнок остался позади. А ты, видимо, эльф. Нет, я хобби. Какая разница? Хоббит является смертным низкорослым шотландцем, обитателем Средней Земли. Тогда как эльф является бессмертным высоким воином. Так почему ты чё-то тебя бери, хочешь быть хоббитом? Потому что он невысокий и небессмертный. И никто из нас не хочет быть флэшем. Но в любом случае, в чём бы тебе не пойти, поискайте и другое занятие. Мы над Спенни болтаем. Я думаю, мы все здесь болтаем с Спенни. Я нет. Без обид. Хорошо, может быть, вы не расслышали меня. Уходите. Всё в порядке, Курт. Будь вежлив. Но я всегда вежлив. Мы управляем интеллектуальном уровне, так как мы управляем анималистическими инстинктами. Ты назвал меня сейчас напыщенным животным? Да, конечно, нет. Верно, Леонард? Нет, я сказал анималистический. Конечно, мы все животные, но некоторые из нас поднялись чуть выше по эволюционному дереву. Если он понимает это, то ты попал. Я чё, не развитый, по-твоему? Ты попал. Ты используешь много больших слов для такого маленького карлика. Ладно, Курт, ну перестань. Всё нормально, я могу с этим справиться. Я не карлик. Я хоббит. Хоббит. А разрушенные нейроны в твоем гипоталамусе препятствуют переходу от краткосрочной памяти к долгосрочной, что ли? Хорошо, теперь ты начинаешь меня бесить. О чём говорит открытие гомохабилиса? Что? Я думаю, что я ясно выразил свою точку зрения. А как насчёт того, что я выражу свою точку зрения у тебя на башке? Позволь мне напомнить, что моральная поддержка никак не поможет тебе в физической конфронтации. Я бесполезен. Не будет никакой конфронтации. Вообще говоря, я сомневаюсь в том, что он сможет выговорить слово «конфронтация». Как он в... Фронтация. Курта, опусти его немедленно. Он первый начал. Нет, не волнует, я остановлю это. Поставь его на место. Ладно. Ты везучим маленький леприкот. Он хоббит. Я отстоял твою честь, братан. В порядке? Да, я в порядке. Это отличная вечеринка. Спасибо, что пригласил нас. Уже становится достаточно поздно, так что... Хорошо, спасибо, что пришли. Счастливого Хэллоуина. Если тебя это утешит, я думаю, что гомохабилис действительно поставил его на своё место. Леонард, привет, Пенни. Я просто хотел убедиться, что ты в порядке. Я в порядке. Я так сожалею о том, что произошло... Это не твоя вина. Моя. Вот почему я оборвалась с ним. Он всегда делает такие вещи, как сегодня. Почему же он был на вечеринке в таком случае? Понимаешь, я столкнулась с ним на прошлой неделе. Он так извинялся и говорил, что сильно изменился с тех пор. Он собирался тоже уходить. Я поверил ему. Я идиотка, потому что я всегда верю таким ребятам, как он. Я не могу вернуться обратно, потому что сейчас он там. Не хочешь слушать это. Я так расстроен. Я очень пьяна. Я просто хочу... Ну, ну... Боже, ты что со мной такой? Ничего, ты совершенно. Я несовершенно. Да, совершенно. Ты действительно так считаешь? Пенни, сколько ты сегодня выпила? Да всего лишь много. Ты уверена, что твое состояние и ваша ссора с Куртом не были причиной того, что сейчас здесь происходит? Ну, возможно. Да, ты действительно мой умный парень. Я долбанный гений. Леонард, ты такой замечательный. Почему все ребята не могут быть такими, как ты? Потому что если бы все ребята были такие, как я, человеческая раса не смогла бы выжить. Мне уже, наверное, пора, да? Наверное. Спасибо. Да-да, все правильно. Ты видел то, что видел. Вот так мы и живем в нашем царстве и государстве.